В первом круге мы проиграли этой команде 1-0. И характер игры был такой, что Собор ввозил территорий, не обнискал, что инициатива территории. И команда соперников от атаков имела подборы. Мы знали, как они играют, и пытались сделать акцент на полную игру. Далеко не все у нас получилось, хотя в первой половине первого тайма 3-4 момента было очень хорошей головой. Леша Медведев, Шабанова могли забивать. Не забили. А потом игра немножко занервничает, разрушилась. Потом фактор гола очень важен по такой игре. Поле тоже непростое. Это осень уже такое. На нем съедать посложнее, чем разрушать игру. Соперик работал вторым номером. Из-под нашей команды 2-3 полуподхода было. Мы хотя бы второго тайма сыграли более аккуратно, чем первый. Но я думаю, что заслуженно победили. Хотя по качеству я хочу, чтобы мы играли лучше. Все замены, которые вышли, мне понравились все ребята. И Саша в том числе. Он явно набирает. У него была тяжелая травма. Мы его восстанавливаем. И мы надеемся, что он вернется в хороший футбол. Он уже в премьер-лиге начал играть. Играл потом до травмы. Он обученный футболист. Но, видимо, надо время на него, чтобы он заиграл. Потому что мы наверщина реально. Да и все замены, которые вышли сегодня. Сегодня пропускал игру Шестаков. И пара, в принципе, в середине, они соревновали достойно. Трех разженько за место него. Ну, непросто было съездать. Потом у нас два нападающих играли с травмой. Практически Медведев и Крючков. И поэтому мы поберегли Крючкова. На один тайм планировали. Потому что никак после игры с Владимиром, Иван Павлович, все матчи военного полка. Но уже игра мне не понравилась. Два нападающих Шабанова, первая стрелка людей. Тоже трудно оценить игру. Потому что он, в общем-то, крайний полузащитник. Но в полуторе с нас не пошло. Не понравилась нам их игра. И взаимодействие с Лешей. Поэтому опять вышел Антон, Крючков. И как-то они все же завязались. Возможно ли перенос последнего матча на 19-30? Ребята, я честно говорю, мы, во-первых, играем для людей. И благодарность всем людям, которые приходят на футболы. Которые поддерживают меня, команду. Я такое чувство, что я сегодня уезжал. Спасибо всем за эти ощущения. Я сказал, и руководство сделайте так, чтобы удобно было людям. Мне все равно. Скажите, я в два ночи буду играть. И ребята тоже. Это откровенно. Я это до Палакутского доведу сейчас. Конечно, в будний день хочется, чтобы люди пришли. Мы для вас играем. Не все, может, у нас получается, но мы стараемся. Который матч проигрывали. Но, конечно, поражение совсем другое, чем в прошлом матче с Абт-Колд. Здесь, особенно по первому тайгу, конечно, прослеживалась команда. Я думаю, что Сатурн не просто было с нами. Но если так раскрыть моменты, которые не получились, начиная с первого тайма, не выделялись люди в центре, которые должны были вести игру. Откровенно провалились. Причем это уже не первая игра их. Конечно, действенное оружие посадить запас. Но у нас, честно сказать, и глубины, скамейки-то особо не хватает. Так что надеемся, надеемся, что ребята пересмотрят свое поведение на поле. Сделают выводы и в следующей игре помогут нам. Ну, а когда команда в центре ничего не может, конечно, нас разбросали по флангам. Но, не знаю, с угловых секторов, конечно, трудно забить. Заявки вашей команды, бывший игрок Сатурна Михаил Кузяев, но давно не появляется на поле. Его нет в команде. Ваша команда играла сегодня вторым номером. Вы изначально готовились играть вторым номером или так просто получилось? Вообще, те очки, которые мы заработали, это была игра от обороны на быстрых контратаках. Сегодня, может быть, где-то в первом теме это прослеживалось. То есть, несколько таких выпадов, уколов хороших мы сделали, но не хватило мастерства на завершение. Я думаю, что это было видно. Конечно, такая игра, она требует значительно физической подготовки. Конечно, требует усиления во втором теме. Может быть, те замены, которые мы сделали, но они не поддерживают ту игру, которую хотелось бы. Еще по счете 1-0, когда можно было спасти. Конечно, не радует и то, что мы в последних их даже не доводим до каких-то ударов, поворотов, опасности, агрессии и так далее. То есть, в этом плане наше нападение сейчас в плачевном состоянии, поэтому сегодня и Бабулев туда был переведен. То есть, из этой ситуации мы выходим такими вот способами. То есть, уже начинаем перемещать игру по не своим позициям, скажем так. Кто вам понравился из соперников? Конечно, Четнашов, который парень у нас был, мы его знаем. Очень сильно сыграл. Я даже предложил, что давайте мы трех своих продадим. И все-таки вернемся. Но понятно, что ни за какие деньги он, конечно, уже не будет возвращаться. Я думаю, что у Евгения все получится и у вашей команды, да и, может быть, уже и в скором времени увидим на более высоком уровне. Желаем, как и всей вашей команде, удачи. Спасибо.